На телеканале Юганск Новости в студии Валерия Маркина. Здравствуйте! Вначале коротко о главном. В Нефтьюганске состоялось прощание с Андреем Шамко. Многие россияне, в том числе и нефтьюганцы, стали активно запасаться продуктами. Граждане переживают, что введенные санкции против нашей страны негативно отразятся на количество, цены и разнообразие продовольственных товаров в местных магазинах. Как обстоят дела с поставкой продуктов и прочих социально важных товаров в города Югры, узнавала наша съемочная группа. «Сейчас мы находимся на складе товаров длительного хранения». Чтобы лично убедиться в отсутствии дефицита продуктов в Югре, наша съемочная группа прибыла в логистический центр. Именно сюда со всей страны поступают все необходимые социально важные товары и продовольствия. В этих многочисленных блоках можно найти буквально всё, что есть на прилавках местных магазинов. Особое внимание уделяют скоропортящиеся продукции. «За продукцией этих складов следят в первую очередь специалисты по качеству, смотрят сроки годности. Также у нас, если брать охлажденную продукцию, то она в течение суток уезжает. То есть привезли, мы её собрали и отправили в магазины в течение суток, чтобы остаточный срок годности был достаточно большой, чтобы можно было ещё этот товар более свежим реализовать». Практически все процессы логистического центра автоматизированы. В специальной системе видно, где можно найти тот или иной товар, как долго он находится на складе и кто именно из работников проводил с ним какие-либо манипуляции. Однако за качеством овощей и фруктов следят именно люди. Проверка на брак проходит вручную. «Сотрудники отбирают определённое количество коробок, вытаскивают, высыпают из этих коробок товар, взять яблоки, разрезают, смотрят внутри качество плода, есть ли какие-то заражения или нет. После этого путём математики выводят процент брака и устанавливают его». Одна из главных задач этого логистического центра – оперативно обеспечить магазины Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов свежей продукцией. Некоторая из них созревает прямо здесь. «В логистический центр бананы поступают незрелыми, вот такого ярко-зелёного цвета. После чего фрукты помещают в специальные боксы. Там бананы нагревают до определённой температуры, обрабатывают специальным безвредным газом, после чего в течение трёх дней фрукт созревает. И уже жёлтые сладкие бананы попадают на местные прилавки магазинов». Санкции против России могут повлиять на наличие в магазинах только импортной продукции. Да, возможно, например, манго с прилавков на время уйдёт. Однако этот фрукт никак не повлияет на основную продовольственную корзину. Вот, например, лежит сахар, который многие скупают мешками, боясь скорого дефицита. Как видим, на складе его более чем достаточно. Переживать не стоит. «Запасаться таким количеством товаров, как сейчас это происходит, не стоит, потому что на текущем этапе, как я уже озвучивал, поставки по большей категории товаров происходят в штатном режиме. Сбоев никаких нет». Что касается цен, их рост контролирует городская администрация. По словам специалистов, цены на часть товаров и правда возросли. Задача властей – не допустить резкого и безосновательного скачка. «Больше всего рост цен на плодовощную продукцию. Это не связано с ситуацией какой-либо экономической в стране. Это ежегодная такая замечается практика, потому что плодовощная продукция – это капуста, картошка, картофель, морковь – дорожают, как правило, весной до распродажи, до продажи уже нового урожая». Помимо этого, югорчане отметили значительный рост на детские товары, а именно памперсы и молочные смеси. На многочисленные жалобы уже отреагировала федеральная антимонопольная служба. Решение данного вопроса сейчас находится под личным контролем губернатора Натальи Комаровой. Дарья Лунькова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Приятная новость для нефтеюганцев. Местный аквапарк возобновляет свою работу после долгого перерыва. Напомним, в марте 2020 его закрыли в связи с ковидными ограничениями. Своих первых за последние два года посетителей «Жемчужины Югры» встретит уже завтра. Обо всем подробнее Алина Ширина. С визгом скатиться с горки в воду, понежиться в тёплом бассейне или джакузи, а также приятно провести время со своими детьми и можно будет уже с завтрашнего дня. Сегодня был подписан акт готовности объекта о введении в эксплуатацию. После столь длительного перерыва, в столь непростое наше время, снять свою усталость в конце рабочей недели, а также зарядиться эмоциями на следующую рабочую неделю, я думаю, что будет востребованная услуга. Мы бездействовали, так скажем, по вопросам непростой эпидемиологической ситуации в нашем регионе и в нашем городе. Сейчас ограничения сняты. Единственным ограничением на наших объектах оставился масочный режим. Перед тем, как вновь встречать гостей, аквапарк проверили на безопасность. Девчуганцы могут быть спокойны. Все технические испытания горки прошли успешно. В тестовом режиме поддерживалась работа горок, но надо понимать, что вода стояла, спускать её нельзя было, поэтому сейчас, на сегодняшний день, после того, как вчера была дана команда разрешения открывать аквапарк как объект в нашем городе, приступили к замене воды, частичная замена воды, спустили малые зоны для малышей, лягушатники. Там сейчас полностью спущена вода, там хлорируется, обрабатывается, моется. То есть приводится в полное соответствие по нормам Санпина. Все горки чистятся. Также возобновилась услуга для горожан, что любят контрастные процедуры. Прогревшись в русской бане, финской сауне или хамаме, можно сразу отправиться в аквапарк. Завтра мы запускаем первую партию желающих. Телефоны оборвали, желающих много. Поэтому мы завтра запускаем. Буквально до конца марта у нас уже график, режим. Он опубликован на официальном сайте «Жемчужины Югры». Пока комплекс будет работать в щадящем режиме – 80 человек за раз из 120 возможных. Со стоимостью входа, графиком, а также правилами посещения аквапарка можно ознакомиться на сайте «Жемчужины Югры». Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Неудачливый предприниматель. Полиция нефтьюганска раскрыла кражу 4 тонн дизельного топлива. Местный слесарь пользовался картой предприятия для заправки авто. При этом предлагал данную услугу другим водителям по заниженной цене. Работая на одном из городских предприятий, ранее судимый 48-летний нефтьюганец решил воспользоваться моментом. В середине прошлого месяца мужчина похитил со стола механика топливную карту и открыл свой мини-бизнес. Заправлял чужие автомобили, предлагая топливо по заниженной цене. За несколько недель горе-предприниматель похитил 4 тонны дизельного топлива на сумму свыше 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет. Нефтьюганцев приглашают на ежегодную диспансеризацию. Пройти ее может любой желающий старше 18 лет. Обследование поможет проверить, а в некоторых случаях и поправить здоровье. Подробности в следующем материале. Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр, направленный на диагностику состояния здоровья населения. В большинстве случаев она проводится в один этап. Но если выявляют какие-либо заболевания, направляют на более тщательное обследование. На первом этапе сюда входит сбор данных, анамнез, заполнение анкеты, клинический минимум, общий анализ. Следует отметить, что первый этап – он разный в зависимости от возраста. То есть, чем пациент более зрелого возраста, возрастные пациенты, то объем исследований больше. Существует также углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией. В ходе обследования такие пациенты могут получить путёвку в санаторий Юган. Эта льгота доступна только для тех, кто переболел COVID-19 в тяжёлой форме. То есть, это мероприятие направлено, чтобы какие-то проконтролировать последствия именно после самого заболевания, отдалённые, если вдруг такие будут. Здесь тоже есть небольшой критерий – должно пройти три месяца от момента выздоровления. Диспансеризацию можно пройти во взрослой поликлинике 16-го микрорайона, кабинет 114, а также во взрослой поликлинике в 5-м микрорайоне, 130-й кабинет. Олеся Белова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». 10 марта архивисты России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день, в 1720 году, Пётр I подписал генеральный регламент или устав. Документ ввёл во всех государственных органах власти архивы и должность архивариуса. Нашему городскому архиву в феврале исполнилось 53 года. Несмотря на солидный возраст учреждения, можно с уверенностью сказать, что оно идёт в ногу со временем. Специалисты архива рассказывают о своей работе в социальных сетях. До пандемии даже проводили различные экскурсии. Помимо этого, конечно же, обрабатывают запросы нефтьюганцев. В год их набирается около 8 тысяч. Наша телекомпания поздравляет всех причастных к этому празднику, желает профессионального развития и вдохновения. Спасибо за ваш труд. Безопасность в сети. В Нефтьюганске появились первые в округе медиа-волонтёры. Их задача – развивать у людей навыки безопасного поведения в интернете. Сейчас на базе Центра дополнительного образования «Поиск» уже проводятся мастер-классы в формате «Дети детям». В дальнейшем аудитория будет только расти. Информационные атаки, травля и преследования – это то, с чем сталкивается почти каждый второй подросток в глобальной сети. Причиной этого является неаккуратное или небезопасное поведение в интернете. Ребята часто выкладывают фотографии, где очень чётко видно их лицо, что они есть хорошо, потому что мошенники могут этим воспользоваться. Также некоторые ложно думают, что если они удалили фотографию или какой-нибудь пост, то эта информация уже никуда не попадёт. В этом они абсолютно не правы. Они очень часто влезают в конфликты и оставляют много личных данных у себя на аккаунте. Этим могут воспользоваться мошенники или другие личности. Чтобы сократить количество подобных случаев, был создан Всероссийский проект «Волонтёры медиабезопасности». После прохождения специального обучения ребята рассказывают другим школьникам, как пользоваться интернетом безопасно. Сейчас это очень важно в наше время, потому что многие ребята нашего возраста и более не могут различить безопасную информацию от небезопасной. Для меня эта информация была очень полезна, потому что большую часть времени я уделяю интернету. Первые медиа-волонтёры округа появились именно в Нефтьюганске. На базе Центра дополнительного образования «Поиск» они проводят мастер-классы, где отвечают на вопросы и доносят до молодёжи полезную информацию. Многим очень интересно такие самые частые вопросы. Это что нужно, какие лучше пароли придумывать, и сколько там символов должно быть, какие символы должны быть. Пока информируют только обучающихся центра. Но в ближайшее время волонтёры медиабезопасности планируют расширить свою аудиторию и сделать подобную информацию доступной для максимально большого количества людей. Екатерина Балакина, Евгений Трифилов, телерадио «Компания Юганск». 10 миллионов на реализацию идей горожан. Вчера в Югре стартовал региональный конкурс инициативных проектов. Участвовать могут городские округа и муниципальные районы. Заявки принимают на сайте «Открытый регион Югра». Городские округа и муниципальные районы могут отправить на участие в конкурсе инициативные проекты жителей, имеющих приоритетное значение для решения вопросов местного значения. Заявки принимаются до 14 марта на сайте «Открытый регион» во вкладке «Инициативное бюджетирование Югры». Нефтьюганцы смогут проголосовать за понравившиеся проекты с 16 по 29 марта. И уже 31 числа на сайте будут опубликованы итоги рейтинга. Напомним, на реализацию лучших идей будут выделены субсидии из окружного бюджета с учетом софинансирования. Размеры каждой субсидии не превышает 10 миллионов рублей. Сегодня в Нефтьюганске состоялось прощание с Андреем Шамко. Старший лейтенант погиб при исполнении воинских обязанностей в ходе спецоперации на Украине. Траурный митинг прошел на территории городского кладбища. Андрею Шамко было всего 33 года. В Нефтьюганск он переехал с родителями в 2005-м. Спустя год молодой мужчина был призван на срочную службу вооруженной силы России. Именно там Андрей Шамко понял, что хочет связать свою жизнь с военным делом. Спецоперация на Украине стала для него последней. Андрей Андреевич связал свою службу с защитой Отечества. Посвятил себя защите нас от посягательств на нашу родину. Он до конца с достоинства выполнил свой воинский долг, как офицер-россиянин. Память о нем навсегда останется в наших сердцах и станет примером отваги и мужества. Я, Андрей, был настоящим героем, защитник Отечества. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо вам за сына. Пусть земля ему будет пухом. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.